Все мы делаем покупки в интернет-магазинах. Алиэкспресс, ИБМ, Видео, Розетка и множество других онлайн-площадок. Если вы хотите сэкономить на всех этих покупках, рекомендуем вам кэшбэк-сервис Smarty.Sale. Широкий выбор способов для вывода средств, никакой комиссии и минимальной суммы для снятия. Чем не скидка? Smarty.Sale. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья! С вами КикОбзор. На сегодняшний день почти нет людей, которые не успели познать всю прелесть мира компьютерных игр. И нет сомнений в том, что всем известен знаменитый логотип культовой компании EA Games. В этом номере мы расскажем вам о долгом пути становления мирового лидера интерактивного развлечения, который, завоевав весь виртуальный мир, стремится завоевать и реальный. Поехали! Изначально Amazing Software, в будущем Electronic Arts, одна из первых компаний в игровой индустрии, была основана в 1982 году смелыми мечтателями Трипом Хокинсом и его друзьями. Хокинс считал игры новой формой искусства, а их создателей — художниками. Ну и вот он решил открыть собственное дело, уволившись из компании Apple. Прежде чем был создан всемирно известный логотип компании, у Electronic Arts был еще один странный логотип — кубик, шарик и пирамидка, которые все читали как EOA. Первоначально EA была лишь издателем игр. Через год после основания вышли первые изданные компанией игры — Pinball Construction Set, Mule, Murder on the Zinder New, Hard Hat Mac и Arhon. Главной фишкой их творений были оригинальные обложки. Все проекты EA запоминались не только яркими образами, но и упоминанием одного из ключевых разработчиков конкретной игры. Дела издательства пошли в гору. Покупателям понравился столь необычный подход и качество продукции. В 1984 году Ларри Пробст назначается на пост вице-президента по продажам в EA. До этого он успел сделать карьеру в Activision. Со своими обязанностями Ларри справлялся великолепно. Годовая прибыль издательства выросла тогда с 5 миллионов долларов до 18. Тем временем Nintendo, заработавшая баснословные деньги на рынке консольных игр, заставляет боссов EA начать задумываться по поводу поддержки консольных игр. Я не знаю, какую там пантеохианскую игру ты затеял, но Азия, б***ь, это моя территория. Подумай, иначе мне придется к вам съездить. И я обрушу на ваши головы безб***ь дочь. Позвони в ООН, только ООН сможет мне помешать разбудохать тебя к еду матери. Я тебе, б***ь, обещаю выжженную землю. Я вас всех выб***ю. Засажу по самые гладные. В 1985 году компания издает такие тайтлы, как Mail Order Monsters, Racing Destruction Set, The Bard's Tale. В то же время Electronic Arts решили освоить новое для себя направление — создание собственных игр. И спустя пару лет электроники выводят на рынок проект, созданный собственными силами — Skate or Die. Игра не была хорошо принята критиками, однако принесла немало денег, когда была портирована усилиями Konami и издательством Ultra Games на безумно популярную тогда NES. Конец 80-х принес нового консольного короля — Sega Genesis. Со временем все больше людей становились фанатами новой консоли, и компания EA не могла просто так пройти мимо. Trip Hawkins планирует бросить все силы на издательство проектов именно для Sega Mega Drive. Под таким названием приставка была известна в Европе. Издательство начало выпускать чуть ли не по три игры в месяц в течение целого года, в буквальном смысле завалив прилавки своей продукции. Впоследствии же Hawkinsу отныне стали интересны исключительно домашние консоли. И в связи с этим он решает покинуть пост CEO EA, основав The 3DO Company, которая продержалась до мая 2003 года, когда и была признана банкротом. Но это уже другая история, давайте вернемся к электроникам. После ухода Hawkins'а пост генерального директора занимает уже вышеупомянутый Ларри Пробст. За эти 9 лет Electronic Arts превратилась из стартапа в крупнейшего издателя с доходами, составляющими десятки миллионов баксов. По мере роста компании растут и требования к качеству игр. Ларри Пробст понимает, что для создания собственной линейки игр необходимы дополнительные силы. И с этого момента EA начинает скупать и поглощать талантливых разработчиков, превращая команды в дочерние подразделения EA. Политика компании по скупке независимых, уютных и талантливых студий также сказалась на сердцах фанатов, которые все чаще стали называть электроников «корпорацией зла». Что, впрочем, не мешало компании выпускать игры высочайшего качества. Первой такой жертвой стала студия Distinctive, которая проложила начало долгоиграющей серии Need for Speed, игры которой выходят и по сей день. The Need for Speed, то есть первая часть, получила в основном положительные отзывы от игровой прессы. Критики хвалили автосимулятор за увлекательный игровой процесс, высокое качество графики и реалистичное управление. А к недостаткам относили лишь некоторые технические недоработки. Позже компанию авторов NFS переименуют в EA Canada. И это была первая, но не последняя перемена. Спортивные проекты EA были очень тепло приняты публикой, в связи с чем было решено создать специальную марку для объединения всех спортивных тайтлов вместе. Так и появился всем известный бренд EA Sports. Марка включает в себя такие продолжительные серии, как FIFA, NHL, NBA, Madden, Fight Night и несколько других. Электроники последовали пословице «Если не можешь остановить хаос, так возглавь его». И аппетиты начали расти. В 1992 году EA покупают студию Ричарда Гэриота, Origin System. Вот и зародилась классика видеоигр, Ultima Online и System Shock. Помимо этого свет увидели серия Crusader и Wing Commander Privateer. Не имеет смысла о них долго рассказывать, ведь они все были очень успешными и даже заслуживают отдельного ролика. Ровно через три года состоялось еще одно важнейшее приобретение – британская студия Bullfrog. Без сомнения, имя компании вам ничего не говорит, ну разве что только ярым фанатам. Но имя дизайнера и программиста компании, Питер Малинье, говорит многое. Ведь именно благодаря ему появились легендарные тайтлы Black & White, Dungeon Keeper и Fable. Талантливому англичанину предложили пост вице-президента EA, на котором он пробыл вплоть до 1997-го. Амбиции Питера и желание творить подтолкнули его к основанию независимой Lionhead Studios. И именно там создается Black & White и его сиквел, изданный EA. Другие проекты студии – вышеупомянутый Fable и весьма странные The Movies – выходят под присмотром других крупных издательств. Уход Питера Малинье был потерей для электроников, но именно тогда EA приобретает студию, которая с финансовой точки зрения помогает очень быстро забыть утрату Малинье. Студия Maxis с гениальным Уиллом Райтом во главе под эгидой EA представляет миру The Sims – одну из самых успешных видеоигр в истории. Игрок создает виртуальных людей, симов, помещает их в дома, устраивает их на работу, удовлетворяет их желания. И, короче, вы знаете, что это за игра. Человечки возглавили список самых продаваемых игр для ПК и получили четыре премии в номинациях «Лучшая игра 2000-2001 годов». А еще вышло очень много аддонов, продолжений, модов и так далее. Также не стоит забывать, что уже довольно известный градостроительный симулятор SimCity тоже перешел под крылышко EA. После спада ажиотажа вокруг виртуальных человечков у EA дела начали ухудшаться. Но, несмотря на это, тактика компании не поменялась, и покупки сторонних студий продолжались. Во-первых, была приобретена Criterion Games, подарившая нам серию Burnout, Shooter Black и ремейк NFS Hot Pursuit. Надо отдельно отметить студию Digital Illusion, сейчас более известную как DICE, которая стала дочерней компанией EA. Среди известных разработок этой студии, помимо Battlefield, является игровой движок Frostbite. На данный момент является основным движком компании, на котором выходят сегодняшние игры, такие как Battlefield 1 и Mirror's Edge Catalyst. Последняя не была так тепло принята критиками, как Battlefield 1. Изначально идея сеттинга Первой мировой показалась сомнительной для компании EA до такой степени, что Патрик Содерлунд отказал студии DICE. Но они вскоре сумели переубедить главу EA Studios. Разработчики хотели создать по-настоящему интересный сюжет и собрали отдельную команду, которая занималась исключительно однопользовательской компанией. Игра получила крайне положительные отзывы критиков и игроков, отметивших значительные улучшения по сравнению с предыдущими играми. Больше всего рецензентам понравились улучшения в мультиплеерных режимах, обновленная графика и, конечно же, одиночная компания. Но вернемся к электроникам. Студийный шоппинг, которых так и не кончился. И следующей печенькой в корзине стала уже довольно известная BioWare. Создатели таких игр, как Star Wars Knights of the Old Republic, Mass Effect и, конечно же, Dragon Age. Но синдром «Нечего надеть» быстро улетучился у руководства компании, когда EA начала нести финансовые убытки. Огромное количество подразделений и студий не могли работать, финансовая политика компании не оправдала себя. Друзья, покупайте игры на нашем магазине steamcase.kick-обзор.ру. Последние новинки по самым низким ценам ждут вас. Акции, скидки и новейшие блокбастеры. Ссылка в описании. В 2007 году CEO становится Джон Ричителло. До этого он успел побывать директором по маркетингу в PepsiCo. Политика электроников поменялась. В связи с этим компания перестала покупать студии и сосредоточилась на совершенствовании собственных брендов и игр по лицензиям, на которые еще при прежнем начальстве была потрачена довольно много денег. К примеру, Гарри Поттер и Lord of the Rings. Годом позднее силами Visceral Games и издателя Electronic Arts выходит научно-фантастический экшн-триллер Dead Space. В игре под управлением игрока находится инженер Айзек Кларк, пытающийся выбраться с гигантского космического корабля Ишимура, где ему противостоят погибшие члены экипажа, ставшие некроморфами. Особенностью игры был сеттинг, выполненный в эстетике кинофильмов «Чужой» и «Нечто». Игра была высоко оценена критиками, а на всех платформах в сумме было продано более 4 миллионов копий игры. Затем были выпущены продолжения, рассказывающие дальнейшую историю Айзека Кларка. В настоящее время самыми успешными продуктами EA считаются спортивные игры, изгнанные под лейблом EA Sports, игры по лицензиям, такие как «Гарри Поттер», и игры старых добрых игровых серий, таких как Need for Speed, FIFA, Medal of Honor, The Sims, Battlefield и более поздние Burnout из серии «Command and Conquer». В мае 2008 года компания сообщила о чистом годовом доходе в 4 миллиарда долларов, однако к концу года финансовые отчеты показали убытки в размере миллиарда долларов. Финансовые потери компания компенсировала сокращением штата и проявлением особого интереса к казуальным играм. Самый удачный такой проект появился совсем недавно, в 2016 году. Пазл-платформер Unravel, в котором игрок управляет Ярни, антропоморфным существом из пряжи, которая ищет воспоминания о забытой семье. Игра была по-разному воспринята критиками, в частности оценка была занижена за местами однообразный геймплей, однако все издательства отмечали мощный психологический эффект, навеваемый игровым миром и хороший философский подход к геймплею. Ну что ж, на этом закончим историю игровой империи зла, из-под крыла которой, несмотря ни на что, выходят довольно известные и хорошие игры. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь и ставьте ваши лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А скоротать время вам поможет наш магазин игр steamcase.kickобзор.ру. До встречи, друзья!